Вот эта груда кирпичей, это все, что осталось от нижней дачи Николая II. Николаю II, ну то есть будущему Николаю II, как наследнику престола, полагался отдельный дворец. И таким дворцом в Александрии стало здание, расположенное на самом берегу Финского залива. Вот буквально в нескольких метрах вот тут Финский залив, поэтому с него, очевидно, дует очень сильный ветер. Я, не знаю, насколько меня слышно, но я не виновата, скульптор Мишка, построен он в 1881 году, если не ошибаюсь, ну точнее строительство, значит, в этом году. И вот это здание прозвано Нижней дачей, потому что оно находится прямо на самом берегу Финского залива. В этом здании были некоторые важные исторические события. Например, 17 октября 1905 года подписан указ, манифест о гражданских свободах, о даровании гражданских свободах и учреждении Государственной Думы. Потом тут же подписан был указ о вступлении России в Первую мировую войну. Точнее, тогда ее так не называли, назвали Великой войной, а Первой мировой назвали уже после Второй мировой. В этом же здании родился наследник царевич Алексей, две младшие великие княжные Мария и Анастасия. Вот здание было, ну судя по фотографиям, по рисункам, высокое, трехэтажное, вот такое, ну тоже непростое, сложное в плане. Вот, после революции в этом здании был музей, потом его отдали под дачу Дум отдыха, Дум отдыха НКВД. А вот во время войны ему не повезло, если остальные здания Александрии, вот виден дворец котец, же сюда хорошо виден вдалеке, на возвышении. Если остальные здания пострадали, но не были разрушены, их отремонтировали, то нижняя дача, ну до наших времен, дошла практически в виде груды кирпичей. Ну вот за этим серым забором, насколько я понимаю, началась все-таки реставрация, точнее реставрация, восстановление. Восстановление этого здания, я думаю, что его восстановят так же, как, например, Белую башню или Арсенал, или все, что было восстановлено после войны. Ну, в общем-то, Александрия, Александрия этот парк ремонтировали, ну, достаточно поздно, и после ремонта его открыли, по-моему, в 2006 году, в основном, вот эти дворцы, в частности, котец, вермерский. Что тут еще, готическая капелла, там делеграфная станция. Вот. Ну, здесь трудно представить, конечно, что здесь, в самом парке, в Петергофском парке шли бои, и, ну, Петергоф вообще практически был разрушен, и можно сказать, что его восстановили, это создали копию. Вот. Вот. Ароненбаум, например, и Александрия, здесь все-таки подлинное здание. Вот. В частности, вот здесь, вот впереди, недалеко, есть памятный знак, камень, посвященный высадке Петергофского морского десанта 5 октября 1941 года. Десант, правда, ну, плохо подготовлен был, и сил было недостаточно для того, чтобы прорвать блокаду в этом месте, и большинство из этих десантников погибло, меньшую часть взяли в плен. Вот. Передо мною финский залив. Так, что я хотела сказать про Нижнюю дачу? Ага, то, что ее, я надеюсь, вскоре, ну, не вскоре, через несколько лет, все-таки восстановят. Так вот, передо мною финский залив. Сейчас я попробую немножко вперед пройти. Передо мною финский залив. Сегодня витрено, к сожалению, я выбрала снимать, а тут витрено. Вот, видите, на нем барашки. Так, это... Это Кронштадт на острове Гори. Потом тут относительно недалеко, практически рукой подать, виден Петергоф. Вот, Петергофский причал. Кажется, тут стоит ракета. Дальше, 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 Петергоф. Петергофский парк. Ну, парк не видно, конечно, но вот виден Монт-Лизир. Относительно совсем недалеко. Какой-то, какой-то грузовой корабль идет. Ой, какой-то... А, нет, это не парус. Я думала, парус. Нет, это маяк. Вот, а вот здесь, ну, тоже относительно недалеко, Петербург. Сегодня, ну, вот это вот, вот это вот небоскреб, вахта-центр. Его отсюда видно. Какой-то кошмар. Его отсюда видно. Вот, чуть дальше, сегодня, конечно, не очень хорошая видимость. Вот тут где-то Зенит-Арена. Вот она, кажется, вот она, Зенит-Арена. Тут где-то должен быть виден Вантовый мост. Но сегодня не очень хорошая видимость. Что-то я его не разгляжу. Вот, ну, вот здесь Петербург. Субтитры сделал DimaTorzok